Уже в июле 41-го года были сформированы 12 дивизий по 12 тысяч человек. Сформированы за три дня. Такого в истории войн просто не было. Позднее к ним добавились еще 4 дивизии, и общее число ополченцев достигло 160 тысяч. В основном это были люди непризывного возраста и далекие от военного дела. Был директор ВГИКа в этом ополчении, который погиб, профессора ВГИКа, писательская рота 8-й дивизии народного ополчения, простые рабочие, водители трамваев, грузчики, студенты, рабочие завода «Калибр», рабочие Матищинского вагоностроительного завода в частности. Города и районы на месте. Всем миром собирали обмундирование, экипировку, выделяли транспорт, оружие, подчас трофейное с минувших войн. Его видно на кадрах парада 7 ноября. С этого парада ополченцы шли на боевые позиции. Ну а это уже вторая волна дивизии народного ополчения. А первая, июльская, вступила в бой в октябре, в самом начале операции «Тайфун». В самом начале операции «Тайфун» она оказалась на острие северного клина, наступления танковых дивизий. Конечно, наспех обученные ополченцы не могли сравниться с профессиональными и лучшевооруженными военными, но у них было другое оружие. Ополченческие дивизии, они отличались высочайшим боевым духом. То есть, не умея воевать, может быть, где-то, не имея достаточного количества тяжелого вооружения, они не отступали. То есть, никогда ранее немцы не встречали такого сопротивления. Те дни, часы и минуты, которые потеряли немецкие дивизии и сорвали операцию «Тайфун», то есть захват Москвы. Это весомый вклад в конечную победу в битве за Москву и в то, что 5 декабря мы сейчас отмечаем вот этот памятный день, начало контрнаступления. К сожалению, многие погибли. И о героях сохранилось мало архивных материалов. Известно, что в Ростокинскую дивизию вошло 700 человек из Мытич. Сохранился призывной список Мытичинского военкомата лета 41-го года. Там 1700 фамилий. Память должна быть персональная. То есть, нельзя как-то в целом нам поминать героев-ополченцев. Надо отплатить им добро и найти сведения о каждом участнике. В частности, Ростокинской дивизии, Мытичинского батальона. Это, конечно, большой труд. Это труд во имя тех, кто вышел в открытый бой и погиб за наше будущее. Сегодня на местах боев дивизии народного ополчения разбит парк памяти. Каждый год там высаживаются именные деревья. Сейчас их 600. А рядом 300 именных табличек. Сергей Берзин, Константин Химичев, Первый, Мытичинский.